ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА 7 марта, несмотря на отсутствие премьер-министра, спикера, министров и еще ряда участников, наконец, состоялось заседание Совета Безопасности, которое созвал президент. Полистка была известна заранее. Это второй отчет Кролла, оборонная стратегия, а также, разумеется, кампания, развернутая сторонниками объединения с Румынией. Лидер демократов Влад Плохотнюк отсутствие своих соратников объяснил тем, что заседание было назначено на время, когда многие представители не могут его посетить или находятся за пределами страны. Но в это мало кто поверил. Все понимают, что отношения главы государства и правящей коалиции, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Но, как оказалось, напряженная обстановка грозит нам всем. Президент заявил, что 24-27 марта в стране возможна дестабилизация ситуации, поскольку лица, которые прикрываются унионистскими патриотическими лозунгами, намерены для этого прибыть в Кишинев. Словом, вопросы Совбез поднял наиважнейшие. Другое дело искать на них ответы. Именно этим мы будем заниматься в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Часть первая. Политика. Я представляю моих гостей. Это те люди, которые добрались сегодня до Полюса. Ну, первонаперво Максим Лебединский, советник президента по юридическим вопросам. Добрый вечер. Добрый вечер. Паритолог Корнелия Чуряль. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Ждем депутата, представляющего партию социалистов Республики Молдова Василия Боля. Как обещают, он будет у нас минуту на минуту. Но мы все-таки начнем, наверное, свое обсуждение. Ну, давайте так начнем сначала. Очень важно, мне кажется, для зрителей понять вашу версию. Почему представители демократической партии не явились все-таки на заседание Совета Безопасности? Вот это было связано с отношениями правящей коалиции президента? Либо, я не знаю, может быть, дело в повестке заседания, которое предложил президент. Вот на сегодняшний день вам какая версия больше всего? Ну, давайте начнем с того, если мы говорим о конкретных двух версиях. И второе можно изначально исключить, потому что непосредственно предложенная повестка дня, во-первых, она не была окончательной. И окончательная повестка дня принимается членами Совета Безопасности непосредственно в начале повестки дня. Плюс в основу вопросов, которые стояли в повестку дня, были поставлены предложения, в том числе, которые приходили от министерства, от правительства или от других структур. То есть мы не можем говорить о том, что данная повестка дня была какой-то арбитрарной или выдуманной президентом. То есть, к примеру, вопрос о национальной стратегии безопасности, да, это никаким случаем не является вопросом, который президент просто так хотел поставить. Это документ, который исходит от Министерства обороны, да. То есть это что-то нормальное. Если мы говорим о вопросе насчет унионистских движений, да, но это, естественно, на данный момент является одним вопросом, который может поставить под угрозу национальную безопасность, в чем мы пытались как-то либо предпринять какой-то план действий по поводу того, чтобы не допустить каких-то радикальных движений в этом смысле. Мы не говорили о том, что мы против свободы слова, мы говорим о том, что мы против того, чтобы какие-либо силы, какие они не были, национальные или из вне страны, каким-либо образом пытались претендировать на целостность Республики Молдова. В том числе и остальные вопросы, они являются нормальными вопросами для последующего рассмотрения повестки дня ВСБ. Поняла вас, спасибо. Господин Чурев, почему они не явились? Вот у господина Лебединского своя версия. У меня есть своя, я скажу ее позже, мне интересно вас послушать. Ну, нужно, конечно, во-первых, исходить из того, что они официально сказали. Они сказали, насколько я понимаю, две вещи. Во-первых, с ними не была согласована повестка и как бы они не очень согласны с теми пунктами, которые будут обсуждаться на совбезе. А вторая это командировки и так далее. Ну, по крайней мере, они это сказали, это нужно принимать сведению и проверять. Был в командировке, не был и так далее. А, конечно же, мне ваша первая версия больше понравилась, и я с ней больше согласен. Конечно же, внутренние причины вот этого отказа состоит в этой конфронтации, которая существует между президентом и парламентским большинством. И, ну, как бы, я бы даже так сказал, что парламент отвечает той же монетой президентам. Ну, тут уже непонятно, кто кому отвечает той же монетой. Трудно найти, кто первый все это начал. Но, вот, например, парламентское большинство считает, что президент нарушает правила игры, потому что не ратифицирует, не промульгирует законы. Вот той же монетой отплачивают и не являются в основном представители партии, министры на это собрание. Все-таки на совбез. Конечно же, нужно отметить, что ряд людей все-таки явились, и они не являются, они являются представителями институтов. Генпрокурор, губернатор Нацбанка, руководитель Нацбанка. Вот очень важно, что происходит вот это разделение между теми, которые являются представителями парламентского большинства, и теми, которые должны представлять институты без разницы, являются ли они политическими или нет. Но, если позволите, если мы все-таки будем склоняться к второму варианту, да, то, что, в принципе, демократы сказали, да, что якобы повестка дня не являлась одной важной. Ну, мне жаль, если партия демократов считает, что вопрос о возврате миллиарда не является важным вопросом для... Но они не указали, какой именно вопрос важен. Они сказали, в общем, там можно было... Господин Чурик, если вы считаете себя цивилизованным человеком в демократической стране, у нас коллегиальный орган, придите, предложите исключить конкретный вопрос повестки дня, включить другой вопрос повестки дня, потому что все, абсолютно все госучреждения, которые являются представителями центральных властей, получили заранее письмо от секретаря Совбеза, где требовалось предоставить предложение для включения в повестку дня на весь год. И Игорь Николаевич четко и ясно сказал, что Совбез будет собираться раз в три месяца, так как оно и должно быть. А позвольте вам еще одну версию, Третар, ради рассмотрения. Вот смотрите, мы так заумно с вами все рассуждаем, что они имели в виду. А если взглянуть на ситуацию проще, вот смотрите, представители соратники демократов, скажем так, прекрасно знали, что президент поднимет тему молдавских сел, те, которые провозглашают у НИРа. Господин Лебединский, вы слышали где-то реакцию демократов по этому поводу официально? Нет, правда? Нет, в принципе, нет. Да, и вот я думаю себе, думают демократы, как же им поступить в этой ситуации. И понимают, что им придется как-то на этом заседании, на этом Совете Безопасности, вот наконец-то обозначить свою позицию. А ведь гораздо проще не прийти. И тогда вся страна по-прежнему будет гадать, какая же позиция у демократической партии по поводу тех самых сел, которые объявляют у НИРа. Господин Чуря, вам не кажется, что это тоже может, эта версия имеет право на жизнь? Нет, это уже, как бы мы идем, мы обсуждаем уже те аспекты, которые были подняты на этом Совбезе. Но это тоже поднимался, этот вопрос. Да, и знали, что он будет поднимать. И знали не только, что он будет поднят, а знали и как его будут поднимать резко негативно. Ну, конечно, тут такой момент щекотливый для всех, кроме социалистов, потому что у социалистов очень четкая позиция. Такого рода поведения непозволительны, и я могу понять эту позицию. Демпартия, принимая во внимание определенные факторы, о которых я, может быть, скажу, предпочитает пока что свою позицию не определять. Это не означает, что они против или за. Они просто свою позицию не определяют, и я вижу аргументы в пользу этой позиции. Правда? Да, и я вам скажу, какие. Мы перед выборами и поближе к выборам, в зависимости от того, что будет в тренде, они себе выберут позицию. Я хотел сказать, что унионистские партии, они всегда помогали создавать парламентские и проевропейские большинства, и демократы не могут не учитывать этот факт. Но тут еще нужно отметить, очень важно отметить, что унионистские партии, когда они были частью парламентских большинства, не вели себя по-унионистски. Поэтому у демократов своя стратегия, придя к власти, взаимодействовать с этими унионистскими партиями, не через запреты, а через их включение в правление и в то же время снижение той интенсивности, с которой они проповедуют свою точку зрения. Господин Легдинский, вот господин Чуря говорит, не спешат они обнародовать свою позицию. Я хотела бы напомнить больше для наших телезрителей. Смотрите, я знаю, что вы обращались с запросом в СИП, для того, чтобы он как-то дал... И не только. И не только в СИП. У вас есть какой-то ответ? Ну, практически, и СИП, и генпрокуратура, и МВД отвечали тем, что ввиду того, что не было призыва к применению силы, или не было применения силы непосредственно, они не видят в этом состава преступления, предусмотренном уголовным кодексом Республики Молдова. Я понимаю, вот господин Чуря говорит о позиции демократов, а я задаю другой вопрос. А, собственно говоря, гагаузы-то тоже высказались? Да. То есть, получается, что в пику тем селам, которые делают эти вещи, у нас есть четкая совершенно позиция гагаузов, которые предлагают 2018 год назвать годом оккупации в Румынии. Совершенно, да? И опять мы делаем все вид, что ничего не происходит. Но демократы, понятно, почему они не хотят даже обсуждать эту тему. А вы не находите в этом какие-то, я не знаю, ну, наверное, странности? То есть, раз вы пишете в СИП, там в другие органы обращаетесь, и по-прежнему нет ничего. Понимаете, в момент, когда уходит лидер одной политической партии правящей и рекомендует, соответственно, членам правительства и спикеру, которые являются членами партии демократов, не приходить на заседание совбеса. Но в то же время зам директора СИПа, который не является, как минимум нельзя по закону быть членом партии, и он приглашен для того, чтобы дать отчет по конкретному вопросу, он не приходит на заседание совбеса. Когда не приходит господин Бацан, председатель парламентской комиссии по безопасности, который, насколько мы знаем, вроде бы член партии либералов и другие деятели, мы себе ставим вопрос, случайно они не стали тоже членами партии демократов. Столько времени, сколько политика не даст возможности органам, которые именно должны соблюдать независимость и целостность Республики Молдова, не дадут им возможность свободно работать, мы не сможем говорить о том, иметь четкие вопросы, почему это сделано так, а это так. Я поняла. К нам присоединяется господин Боля, мы приветствуем вас, рады, что вы добрались до Польши. Наконец-то. Мы сейчас говорим о позиции демократов по поводу тех сел, которые объявили о своем объединении с Румынией. Мне вот интересно ваша позиция. Как вы считаете, какова она? Вы знаете, на мой взгляд, то, что творится у нас в стране, вот есть такая теория, скажем так, что и вообще философы, политологи говорят о следующем, что в любом государстве хуже без власти, только слабая власть. На мой взгляд, в данном случае правящая партия должна была иметь какую-то свою позицию по этому отношению. У нас, к сожалению, вот то, что пошла вот эта волна, которая, в свою очередь, поддерживается правящей партией вот этих деклараций, может привести к тому, может привести к сепаратизму. То есть, и это все должно пресекаться на уровне закона, должно пресекаться властными органами. Прокуратурой, вот СИБом, вот вы говорили об этом. Почему? Потому что 2-3 профилактических, скажем, вызовов СИБ, и работают с этими людьми. И еще раз напомню, что есть уголовная статья в уголовном кодексе, которая судит за измену Родине, а я, позвольте мне, скажем так, сделать маленькую ремарку, а я считаю, что есть элементы вот этого уголовного нарушения, изменной Родине, караются законом, и люди могут сесть на долгие-долгие лета. Вот это людям надо объяснить. Почему? Потому что некоторые, знаете как, играются в декларации. Они говорят, что вот, вы знаете, эта декларация, она вот просто такой вот... Это просто декларация. Да, просто декларация, какое-то изъявление. Так говорят? Но некоторые, знаете как, играются, а другие воспринимают это всерьез. Понимаете? И вот поэтому для того, чтобы людей остепенить, и чтобы они задумались о том, что мы живем в отдельном государстве, мы уже... В этом году будет 27 лет независимости. Да, у нас есть проблемы. Да, у нас, не знаю, украли миллиард. Да, у нас власть слабая. Но мы должны работать для того, чтобы это государство укреплять. Я поняла. И ради этого, ради этой независимости многие люди, то есть, боролись за это. Мы это получили, мы получили свое государство. И что? Чтобы какие-то села, не знаю, в Штефанводе, да, которые вообще даже не имеют границы, да, с Румынией, сказали, что вот мы хотим. Я благодарю вас здесь, вас прерываю, потому что, на мой взгляд, ситуация стала развиваться в конце прошедшей недели еще интереснее. Вот смотрите, господин учебник. Говорили, ну что вы так придаете такое, не знаю, значение, такое внимание вот этим декларациям, да, этим присоединениям. Это же просто формально. Это ничего страшного, да. То есть вот люди просто изъявляются о своей мечте. Ну мечтают они так. Позвольте людям мечтать. Вот все замечательно. Если бы в это воскресенье не было создана, вот прям зачитаю, Лига местных избранников-унионистов. Это случилось в Ясах. Вот на этом заседании присутствовали достаточное количество примаров, да, тех сел, которые провозгласили. Это уже не просто так мы вот скажем, да. Вот смотрите, они принимают резолюцию. В этой резолюции они высказываются за скорое и гармоничное воссоединение народа, обращаются к румынскому правительству с просьбой о поддержке, да. То есть и естественно, что они не признают той границы, которая существует между Молдовой и Румынией. И вот это мне лично, Гаспанчуря, кажется уже не совсем вот просто формальным. Ну конечно нужно точно определить вот характер этой декларации, но все же мне кажется, что там не перегнули палку. Тут очень важны нюансы. Должен сказать, что это одно дело, когда, скажем, наш СИБ, потому что я слышал про профилактику СИБа, выявляет человека, одного человека, который конкретно занимается конкретным делом, передает секретную информацию представителям другой страны, и тогда профилактику можно проводить, и понятно против чего ты ее проводишь. И другие профилактики тоже. Я прошу прощения, если вот возможно. Тогда, когда партия социалистов проводила мирные протесты в центре города Кишинева, где мы не ратовали там за вот такие вещи, о чем сейчас ратуют вот эти примар-унионисты, по одному, два, три, четыре человека от лидеров партии социалистов приглашали в СИБ, проводили милые беседы, в том числе профилактического характера. А здесь, понимаете, когда вот такое творится, у нас, я извиняюсь за выражение, ноль на массу. Но мы не знаем. Наш СИБ молчит, они говорят о том, что ничего такого не случилось. Если братья, я прошу прощения, вот соседнюю Украину, были у них там тоже попытки, какие-то рады создавать и так далее, это все пресекалось моментально. Моментально. Ну у нас не Украина, конечно. Слава Богу. И слава Богу. Да, я только хотела сказать. Можно и посетить. Я имею в виду с точки зрения работы специальных служб. У нас, к сожалению, наши спецслужбы, к сожалению, политизированы и не делают свою работу как должным образом. Возможно. Госпанеча, можно я скажу, может быть, не нужно вот этих приглашений, профилактических бесед. Слушайте, достаточно того, чтобы вышел представитель власти, представитель правящих коалиций, сказал, господа примары, это незаконно. И будет караться всей строгостью закона. Для того, чтобы люди понимали, потому что, когда они не слышат порицаний, ни с чьей стороны, понимаете, возмещаются вот социалисты, иногда коммунисты, да, а власть молчит, они думают, значит, можно, разве не так? Но если правоохранительные органы работают по принципу могу копать, могу не копать, и как скажет прораб, так и будет, тогда что нам делать? Сидеть, ждать смены настроения или чего ждать? Нет, ну то, что ждать не стоит, это 100%, потому что я сейчас про эту лигу неспроста начала, да, говорить о том, что происходит? Ну, во-первых, мне кажется, все-таки мы должны оценить, насколько высокий уровень угрозы, который социалист оценивает по 10-бальной шкале 10 баллов, что вот у нас сейчас унионизм, он просто на нас льется. вы на сколько баллов оцениваете? На все 10. На все 10. Ну вот, я же говорю. На все 10, и это далеко не смешно, когда это является реальной угрозой. Почему? Потому что, если вы прочитаете, я не сказал, что это не угроза. Каждую декларацию в Унире, то, что подписывают эти примары и местные советники, они обращаются к парламенту Республики Молдова, чтобы парламент принял меры о ликвидации страны. Вы представляете, о чем мы говорим сейчас? Это уголовно наказуемо, уважаемые друзья. И обращаются в том числе к парламенту другой страны, чтобы они сделали все возможное, чтобы нас оккупировать. Это в 21 веке, когда мы были члены ООН, когда у нас есть в БСЕ другие структуры. Которые могли бы их за это наказать. Потому что, я даже считаю, что может быть... У нас есть статьи, просто их не применяют. Генпрокурор на заседании Совбеза сказал об этом, что пока что у властей не существует реального повода для того, чтобы привлечь их к ответственности. И одно из решений было рекомендовать изменение уголовного кодекса. Вот это, кстати, интересная тема. Занимаемся и на днях вы увидите законопроект. Вот я хочу увидеть правящую власть, которая считается в их понимании избранным государством молдавским, то есть народом Молдовы. Я хочу увидеть, как они поддержат именно государственность Республики Молдова. Я хочу увидеть, как они будут бороться с тем, что государственный символ, то есть герб Республики Молдова, который стоит на всех печатях и Муниципального Совета, и Примарии, который применяется на непонятных документах, как они будут с этим бороться. Потому что это ненормально. Если бы они вышли просто на площадь, да, и взяли какую-то символическую декларацию, ну, бог с ними, я понимаю, свобода высказываний. Если бы они это сделали на какой-то бумаге там, не знаю, в каком-то закрытом клубе, сделали бы в какой-то газете публикацию, да, я бы понимал, это свобода высказывания. Но когда используются именно символы государства на такого рода декларации, когда ты выходишь не как гражданин, а выходишь непосредственно как местный избранник, и когда у тебя нету в компетенции таких полномочий, ни в законе о статусе местного избранника, ни в законе о местной публичной власти, вы не найдете таких компетенций ни у местных советов, ни у примарий. Тогда я спрашиваю, это не является превышением полномочий? На каком основании они это делают? Давайте я посмотрю на эту проблему с другой точки зрения. Вот у нас нету этой статьи, которая позволяет их наказать, жестко наказать. И у нас все-таки унионист, с моей точки зрения, является, ну, скажем так, периферийным политическим феноменом. В парламенте у нас унионисты не ахти как, но есть определенные организации, которые продвигают эту линию. Но без этого закона мы все-таки политическими методами способны контролировать этот процесс. Появление уголовной статьи, которая предполагает суровое наказание для таких людей, означает, что государство вправе действовать жестко по отношению к ним. Я очень боюсь, что такая радикализация позиции государства по отношению к унионистам, которые есть в Молдове, и которые продвигают худо-бедно свою линию, приведет к осложнениям, к радикализации. И вот тогда возможно то, о чем говорил господин Буря. В Румынии в своем новом уголовном кодексе может поставить жесткие условия, имея также определенные риски. У них другая ситуация. У них не другая ситуация. А можно я напомнить ситуацию в Румынии с флагами? Проблема сикуев, та же самая проблема. Вы помните, что ситуация с флагами, которую откомментировал бывший премьер-министр Росказ, что кто повесит флаг, будет висеть рядом. Понимаете, что-то стоило ему. И мы знаем, что абсолютно нельзя у них вывешивать вот эти флаги. Они считают это сепаратизмом. Вот в Румынии так. Почему так? А у нас вот можно. И я, господин Чуря, вот хотела бы вас спросить. Вы представляете себе, что румынские примары поехали в Венгрию, создали там лигу и объявили своей целью объединение? Я не могу себе представить, потому что ситуация совершенно различная. А в чем она различная? В Румынии, скажем так, назовем его конфликт, но не конфликт, но определенная, скажем, проблема в отношениях между... Противостояние, скорее, может быть, да? Тоже жесткая, скажем, проблема в отношениях между представителями разных этнических групп. В Молдове противостояние унионисты, молдовинисты, статалисты, в рамках одной этнической группы. Это идентистарные воззрения. То есть, если мы приведем к радикализации... Там эта этническая группа в Венгрии примерно 6%, 5-6%. У нас, унионисты, намного, все-таки, процент повыше. И поэтому, мне кажется, что это не будет просто гражданской войной. Это война, это еще хуже. Это война между... Не то, что война, но это противостояние между молдаванинами. И такое вообще нельзя допустить, потому что это означает... Они себя идентифицируют, как румыны. Они говорят, что они граждане Молдовы, но они румыны. И мы не можем говорить о том, что... Вы хотите сейчас, чтобы мы вошли... Нет, но вы пообщайтесь с людьми, Я знаю, как они себя идентифицируют. Я могу вам сказать, что есть молдаване или румыне, которые утром себя идентифицируют, как румыны, вечером молдаванами, а... А утром украинского, да? Нет, днем молдаванинам, а вечером выпьют сакан вина и опять будут румынами. А вы попробуйте наоборот. Не идите в Ордял, в Трансилванию. Вы пойдите в Яссо или в Сучаву и объявите о том, что вы хотите воссоединить Молдову такой, как она была при Штефане. Или попробуйте это в Черновцах, или в Измаилене. Естественно, им не понравится. Нет, это вам не понравится посидеть пару лет за мешочкой. у них политика намного жестче по поводу сохранения унитарности государства, но мы не можем себе это позволить. Потому что они себя уважают на государство. Нет, потому что в отличие от румын у нас есть автономия. В отличие от румын у нас есть сепаратистский регион. И в отличие от румын у нас еще есть унионисты. А у них только там вот в Яндии и все. И эту проблему венгров они как-то решили, дав им возможность быть... У нас есть еще ГГУЗы, которые, как мы знаем, проголосовали за референдум. И вы знаете, что в случае, если Молдова теряет свою государственность, свой суверенитет, вы знаете, да? Этот референдум не признан опять. Ну, вы знаете... Вы видите, они организовали референдум. Вот вы видите, намного тоньше. Они организовали референдум, они считают, что провели. Государство считает, что они не провели. Я понимаю, вам назвать случаи, когда некоторые референдумы считались нелегитимными с точки зрения государства, а народ настаивал на своем самоопределении? Ну, если вы очень хотите назвать эти примеры... Я просто уверена, что вы знаете, о чем я говорю. Я говорю, я говорю, я... Поэтому, да, пожалуйста, господин Бойлер, вы хотите что-то сказать? Нет, я хотел, знаете, сказать не с точки зрения, там, не мнения политика, да, а мнение обычного гражданина, спортсмена, если хотите. Вы знаете, вот я выходил, когда у меня была активная спортивная карьера, выходил под флагом своей страны и пел гимн своей страны. И людей, вот сегодня, которые поступают таким образом, вот то, что говорил господин Лебединский, ставят непонятные печати, непонятные подписи под непонятными декларациями. Мое мнение, что этих людей просто надо научить свою родину любить. Она у нас, может быть, знаете, как в свое время в своей песне говорил Шевчук, да, родина, пусть она, но она красавица, то есть, но она нам нравится, спящая красавица. Это наша родина, родину не выбирают, мы в ней родились, у нас очень много проблем, но мы свою родину должны любить. Приведу вам обратный пример, румынский. В Румынии существует сборная Румынии по хоккею. Почти все игроки сборной Румынии по хоккею являются венгры, потому что их главная команда это Меркурячук. И они очень часто на соревнованиях поют вместо румынского гимна венгерский гимн. И это был скандальная история. Вы видите, то же самое, в принципе, и у них есть, но против этих спортсменов не применяли каких-то особых санкций. Не идет речь об этом. Я имею в виду, несмотря ни на что, какие бы проблемы не были в нашей стране, это наша страна. Согласен. Мы за нашу независимость и за суверенитет страны. Проблема, какие методы мы используем для усиления нашей государственности. В том числе жесткие методы. Почему тогда, когда некоторые говорят... Вот если поднимать эту тему, знаете, как в последнее время, в том числе европейцы, американцы говорят о том, что кто-то применяет какую-то гибридную войну и так далее и тому подобное. Вот я могу констатировать, что сегодня по отношению к нашей стране ведется та же самая гибридная война. Вы можете это констатировать? Я не совсем соглашусь с вами, но вы можете. Людьми, которые вот собираются в ясах, там о чем-то говорят и так далее, у которых есть определенные планы. Вот мы эти планы должны знать и эти планы мы должны пресекать. Поняла. Кстати, о планах. Так как они пресекают... Это официальная позиция социалистов или это ваша личная точка зрения? Это моя личная точка зрения. Хорошо. Кстати, о планах. Вот на пресс-конференции после заседания Совета безопасности президент заявил, 24-27 марта в стране возможна дестабилизация ситуации. Поскольку лица, которые прикрываются унионистскими патриотическими лозунгами, намерены для этого прибыть в Кишинев. Господин Лебединский, насколько это возможно? Раскройте нам сколько? Вы посмотрите, уже социальные сети гремят на этот счет. Были созданы много платформ, которым они в принципе организовываются. Говорят, каким образом они прибудут в Республику Молдова. То есть есть информация, к которой они готовятся достаточно конкретно заранее прийти сюда, кто должен прийти под предлогом, что он придет на какой-то футбольный матч, кто типа в экскурсию. На сегодняшний день была информация в том числе о том, что студенты, молдавские студенты, которые учатся, им готовы оплатить в том числе и дорогу туда-обратно, но они должны быть на площади. Ситуация в реальности очень напряженная. И если спецслужбы будут дремлить, мне очень жаль тогда. То есть вы не исключаете самые, мягко говоря, паршивые варианты развития ситуации? Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Вы знаете, мы тоже присутствуем в соцсетях. Мы точно так же, как и вы, листали. И мы сегодня записали телефонный разговор молдавского студента, который обучается в Румынии. И задали ему те же самые вопросы. Что там происходит, какова позиция, и вот что у нас получилось. Я сейчас попрошу режиссера, если можно, нам этот телефонный звонок. Готовы, да? Здесь в Румынии в основном в больших городах. И да, и не только. Во всей Румынии есть многие студенческие организации. Это как называется «Румыни при Тутиндень». То есть «Румыны из-за рубежа». Как-то так это переводится. И проводятся разные круглые столы. То есть ребят к этому подготавливают. О том, что вот говорят какие-то исторические факты. О том, что вот была эта Унирия. И вот в прошлую субботу в Яссах уже пошел марш этот Унирия. И призывали студентов участвовать в марш Унирии, который придет в Кишиневе 22-26 марта. У нас в феврале были каникулы. И для некоторых студентов определенных факультетов была программа служировки в парламенте Румынии, где им там говорили про вот эти вот движения унионистские. И тоже призывали их участвовать в этих акциях. А также проводили специальные заседания по вопросам и по мероприятиям, связанные с этим Унирием и унионистским движением. Граждане Молдова настроены в первую очередь на учебу. А уже во вторую очередь идут все какие-то политические свои интересы. Дело в том, что граждане Румынии не настроены никак на отношения, на какие-то унионистские движения. То есть все, что происходит в Кишиневе, все, что происходит в Молдове, это их самих удивляет. То есть, друзья, вы хотите Унирию, а вы нас об этом спросили. То есть, по крайней мере, граждане Румынии, именно жители этой страны, они являются в большинстве против. Но это, может быть, зависит именно от того региона, в котором я учусь и проживаю. Итак, я просила бы первонаперво обратить ваше внимание. Студент говорит о том, что на каникулах в январе месяце наших студентов приглашали в румынский парламент и давали им инструкции того, как они должны себя вести во время дня объединения, во время Унирия. Как вот с точки зрения вообще, я не знаю, юридической, этической, я не знаю, какой хотите, как это выглядит? Почему представители румынской власти вызывают наших студентов и говорят, как им вести себя в день объединения? Это, в принципе, одна из проблем, которая нас, в принципе, и забеспокоила. То есть на днях в Бухаресте, насколько нам известно, должен быть представлен фильм о том, как происходило в Унирии, что, в принципе, идеологически является одним из способов продвижения этой идеи. В том числе мы видим на сайте правительства Румынии принятие решения с мероприятиями по празднованию в Великой Румынии. Даже в наших медийных источниках в 2016 году были указаны декларации президента Румынии, который выходил с предложением создать структуру правительства Румынии, которая занималась бы непосредственно этим вопросом объединения страны. То есть если посмотреть на то, да, или, к примеру, другой пример, что один из уездов в Румынии, то есть совет местной уезда тоже принял такое же решение об объединении с Молдовой. Тогда мы себе ставим вопрос, это просто какие-то унинистские движения или это все-таки конкретный план на национальном уровне. Потому что если спрашивать народ, да, он, в принципе, будет думать о своих проблем социальных, о будущем детей и так далее. Но если мы посмотрим на действия правительства, да, который как бы не комментирует, он, с одной стороны, не влезает в действия этих унинистских движений, но в том числе непосредственно делает такие условия, где они себе очень спокойненько... Почти, да? Да. Вот смотрите, как выглядит ситуация. У нас, значит, есть информация о том, что у нас, возможно, беспорядки, называется число. Есть информация о том, что некий футбольный фан... Вот то, о чем сейчас говорил господин Лебединский. У нас есть информация о том, что перед этим всем наших студентов, тех людей, которые должны участвовать в этих акциях протеста, вызывают румынский парламент и инструктируют. Господа Бухрюкова, я учился в Румынии определенной... Вас не инструктировали тогда? Какой ты был господин? Я учился в Бухаресте, там в меньшей степени это делают, там вообще... Но я знаю, но я... Но на вопрос инструктировали, но он не ответил, да, я поняла. Нет, практически нет. В Бухаресте это мало делается. Но я знаю прекрасно, и после того, как я учился, есть уезды где-то проводятся, и не только в год Унирия, они постоянно проводятся эти семинары, где продвигается идея Унирия. Мой вопрос к вам, мы можем это запретить? Им это проводить? Ведь Унирия для Румын это не то, что Унирия для нас. Для нас Унирия скорее все-таки отрицательный феномен. Для большинства отрицательный феномен, для меньшинства положительный. Для них Унирия в основном положительный был элемент, потому что они за счет Унирии увеличили свою территорию, и для них идеал Румыния-Мария является одним из двигателей идеи всей государственности. Поэтому запрещать Румын что-то организовывать на своей территории по поводу Унирия, я думаю, мы не можем. Нет, 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 нет. А вот если инструктировать, а потом эти люди по их логике, они же в Кишинево должны приехать, господин Чудо. Вы же не слышали. Пока где-то на подсознательном уровне бить молодому, понимаете, они, если приедут. А что, первый раз это происходит? Это происходило и раньше, ведь когда организовывались марш Унир, все эти молодежные организации, то они очень часто приезжали и из Румынии. Но вы заметьте, что вот такие агрессивные действия в последнее время пошли на спад. Если раньше выходили митингующие Павличенко, там, молодежь и Шелин, и они бросали друг друга в камни, то сейчас этого уже, слава богу, нету. И мы должны вот смягчать эти аспекты. Хорошо, задам вопрос прямо. Вот если у нас, не приведи Боже, что-то произойдет, должны ли нести ответственность в том числе те политики, которые деструктировали наших студентов? По крайней мере, вот МИД должен выступить с таким заявлением. Мы не знаем, что они инструктируют. Может, они говорили, как себя вести правильно, чтобы не... Да, они говорили, мы тебя научим Родину любить. Знаете, вот каждый раз на каждой встрече. Ну, я же не знаю, что они им говорили. Обычно на этих семинарах, я знаю, что, неважно, что говорится, в конце говорят, но инструктора, не политики, что хорошо бы, чтобы произошла Унира. Вот слушают телезрители господина Чурия, я вот почему-то думаю, в голове крутится один вопрос, на который прошу сейчас вас уже дать ответ, потом господин Чурия если захочет. Все было хорошо, слушайте, а если бы не 7 апреля 2009 года, мы же помним, как это начиналось, да? То есть, как это было. Вот давайте посмотрим на эту ситуацию, которая не приведи бога, да, может случиться, с точки зрения того, что страна пережила уже, да, некие беспорядки. Господин Боря, правоместно ли вот это, во-первых, правомощно ли это сравнение? Правомощно, я бы вот услышал господина Лебединского за этих футбольных фанатов, я вспомнил события, опять же, в Украине, в Одессе, да, в Доме профсоюзов, где эти же беспорядки начали те же самые футбольные фанаты. Да. Не приведи Господь, чтобы у нас такое же случилось в Кишиневе. А вот то, что вы говорите, что там с людьми проводят определенные беседы, где-то... Семинар на море. Семинар, ну, понятно, на море. Назвать нужно. Мы развиваем Америку. На море, в горах создаются определенные для людей условия, в том числе где-то на подсознательном уровне их накручивают. Почему? Ну, потому что сегодня технологии, в принципе, там, какого-то нейролингвистического, не знаю, все эти технологии, в принципе, могут за определенное время людей просто накачать вот таким образом, и потом хлопотнее беремся. Я бы, вот, то, что говорил и господин Лебединский, я надеюсь, что наши правоохранительные органы, зная приблизительно, скажем так, определенные риски к этому подготовиться, и не допустят того, чтобы, скажем так, наши студенты, либо это будут какие-то непонятные туристы, да, из-за бугра, чтобы этого не произошло у нас в Кишиневе. Вы знаете, вот этим, вы говорите, вот должны этим заниматься такие-то органы, да, правоохранительные, там, вот. Но они для этого и существуют. Да, я понимаю. Давайте посмотрим, что... Для этого государство их же финансирует. Но вы понимаете, если этим занимаетесь вы, или мы присутствующие в зале, или это будет считаться самоправством? Я думаю, что мы занимаемся каждым своим делом, мы делаем правильно в этой ситуации. Но понимаете как? Вот смотрите, если возникает угроза, как подговорит президент, дестабилизация ситуации, самый правильный вопрос, который можно себе задать... Кому это выгодно? Абсолютно точно. Кому это выгодно? И для чего это делается? У вас же есть версии. Во-первых, я хотел уточнить, что господин Чури так невзрачно сказал, что Молдове, в принципе, это невыгодно в продвижении идеи унирия, а вот Румыния, это интересно, это такой национальный план. Но если мы посмотрим на последние опросы социальные в Румынии, где был поставлен напрямую вопрос об унирии, то есть мы даже близко не видим, чтобы там была такая определенная... 27% за. Это, извините меня, меньше 1 трети населения, которое выразило свое волеизвление для поддержки. Они проводят эти семена, не проводят. Вы говорите, что мы не должны вмешиваться в то, что происходит в Румынии. Но давайте посмотрим, что значит демократия. Демократия это, в принципе, управление всех, определенным большинством. Что у нас в стране происходит? Я не хочу призвать к какой-то дискриминации. У нас выявляется какая-то социальная группа, будь то она по политическим взглядам или другим взглядам, неважно. Они говорят, что вот мы ратуем за это, в нашем случае за унири, а вот все те, которые против нас, они нас дискриминируют. И любое действие, которое оно будет препятствовать нашему желанию, это будет считаться дискриминацией и в том числе ущемлением права на свободу высказывания. А что происходит тогда с волеизъявлением большинства, которые, в принципе, имеют абсолютно другое мышление, которые для себя желают абсолютно другого? Что должно сделать большинство? Завязать язык, поставить его в какой-то ящик и сидеть и молчать. И смотреть, как определенное меньшинство оно будет вкладывать большинство в то, что они хотят. И мы идем по принципу, кто кричит сильнее, вот тот и прав. Господин Юргинский, давайте не приравнивать униянистов к ЕМ. Я и не приравнивал. Они, в принципе, имеют право организовываться. Даже неожиданный поворот. Нет, нет, нет. Неожиданно. Потому что я знаю оппозицию. Я говорил вообще о определенных социальных движениях. Я не говорил. Дайте я вам объясню, что я имел в виду. Потому что по отношению к сексуальным меньшинствам мы пока что... Мы не говорим о сексуальных меньшинствах. Нет, но я вам даю ассоциацию, чтобы вы поняли, куда мы заехали. Значит, мы им не разрешаем организовывать марши, протесты. То есть, если они организовывают, то большой риск, что они получат там, будут бросать камни. Но они хотят организовывать. Но пока что наши традиции это им не позволяют. Но унионисты, это тоже меньшинство. И они тоже хотят высказать свое видение. И мы не можем им это запретить. В принципе, потому что... Я поэтому говорил, что не приравнивайте их к сексуальным меньшинствам. Потому что к сексуальным меньшинствам у них особое мнение. Заставлять принимать за нормальное... Они не заставляют, они выражают свое мнение. Но ведь в мире-то нету, и слава богу, ее скорее не будет. Потому что большинство не позволит. Это не просто высказывать. Говорит об одном из принципов демократического централизма. Но демократического централизма, это да. Пожалуйста. Демократического централизма. Вы понимаете, вот право на свободу мысли, выражения, оно не является абсолютно правым. Согласен. То есть могут государством быть поставлены определенные рамки, для того, чтобы это не было в ущерб существованию государства, для того, чтобы это не было в ущерб другим людям. Почему? Потому что мои права заканчиваются тогда, когда начинается ваш элёт, господина Лебединского. Свобода лучше, да, чем право. Да, и мы должны каким-то образом существовать. И даже вот в Европейской конвенции по защите прав человека есть определенные ограничения, прописанные, где написано, что государство в целях государственной безопасности, в целях защиты прав других граждан, может наложить определенные рамки на право воли и земли, на право свободного выражения. Но запретить им организовать марш, как бы я не вижу. Нет, я не говорю, что проблема методов. Я говорю, что это слово «мирный» и в рамках закона. Ну, естественно. Да, понимаете? А ведь никто не знает, на самом деле, будет ли дестабилизирована ситуация. Ну, по крайней мере, в последнее время я видел мирный матч. То, что было в последнее время, понимаете, 7 апреля, то, что будет тоже за год, за два, за три, никто не предполагал. Понимаете? Нельзя вот здесь такими категориями в последнее время, не в последнее время. Во-первых, мы через это прошли. А второе я хотела бы все-таки, кому выгодно дестабилизировать ситуацию, чтобы она пошла по нехорошему сценарию. Вы начали отвечать господин Боря, а потом как-то элегантно так соскочили. Может быть, это выгодно, в том числе, власти. Не забудем, что в этом году у нас выборы, очень много выборов, скажем, выборов в Кишиневе, выборов в Бельце. В конце года должны у нас быть выборы в парламенте. То есть вот такая дестабилизация, представьте на минутку, что выйдет премьер и скажет, что извините, у нас чрезвычайная ситуация. Благодарю вас, хорошо. На определенный момент, скажем так, они могут сказать, вот на год мы забудем за всякие выборы, вот дальше будем мы рублей. То есть вот в этом вы видите конкретное. Почему нет? Можно и попроще взглянуть на все это. В момент, когда, в принципе, левые силы, да, либо государственники борются с унионистами, правящая власть, да, которая, в принципе, надела столько обещаний, и что они сами не помнят, они приблизятся к выборам, отчитываться ничем. Ну и им нормально, когда есть определенная конфликтная ситуация, когда народ не думает о том, исполнила ли власть свои обещания или нет, а смотрит на то, что происходит в стороночке, да. И они себе, в принципе, могут спокойненько сделать компанию. В том числе у нас есть достаточно много политиков, да, таких маленьких национальных, которые в открытую ратуют за эти же унионистские движения. То есть кому это выгодно, ну, тут и гадать не надо. Ну, вы говорите сейчас про внутренние силы. Господин Чурьев, может быть, действительно укладывается в эту схему? Вот смотрите, вот то, о чем сейчас говорит господин Боля и о чем говорит господин Лебединский. Вот смотрите, на самом деле, власть, если она не готова, да, к выборам, каким-то другим вещам, потому она и молчит про села, и не высказывает свою позицию, и не берет четких на себя каких-то обязательств, а может быть, еще и внешние силы к этому добавляются. Вы знаете, нет, мне кажется, наоборот, этот аспект или эта проблема, она, власть от нее ничего не получает, никакие выгоды. Это не, она не победит электорально, если будет использовать аспект унионизм или, например, будет продвигать позицию национальных меньшинств этому поводу. Мне кажется, наоборот, власть пытается не особенно заострять углы и как-то пытается успокоить и тех унионистов, за счет, может быть, мы не видим эти действия, но то, что власть спокойно... А как же нас успокаивают унионистов? Спокойно действует не... А как социалисты действуют? Социалисты сразу скандал устраивают и пытаются придумать какую-то статью в Уголовном кодексе. Власть пытается... А вот тут я с вами не соглашусь. Во-первых, о статье в Уголовном кодексе сказал президент Республики Молдова, а не партия социалистов. И из членов партии социалистов на заседании Совбеза или вообще членом Совбеза является только господин Митрюк, который, в принципе, является депутатом и членом парламентской комиссии по безопасности. Хорошо, это президент сказал. Но и с другой стороны, вы видели, что в Гагаузии власть тоже попыталась как-то не реагировать истерично по отношению к этому. Сделал только внушение господину Дуднику за определенное высказывание, которое мне не кажется корректным, но в остальном все было спокойно. Мне кажется, что власть, наоборот, пытается успокоить обе стороны и не создавать вот такую скандальную ситуацию, которая могла бы вылиться в определенные протесты. И я думаю, ей это удастся. По-вашему, отсутствие позиции власти это тоже позиция, насколько я так понимаю. Но я вам так скажу, что Молдова за счет этого и до сих пор и стоит. Если сейчас не убрать, то все равно растает. Вот, наверное, как-то так, понимаете. Очень часто мы... Да, 18-й год пройдет, придет 19-й, а в 19-м мире уже не было. И 2-й, кстати, был. Но сорняк, если его не вытащить с корнями, он в любом случае не будет. Ну, этот сорняк... Я понимаю ваше слово, но этот сорняк у нас с 91-го года, и пока что его никто не искоренил. Понимаете, как... Вот смотрите, я вот думаю, что когда слушают нас, делают какие-то выводы, это же не только гагаузы, это ведь и болгары у нас, это у нас русскоязычные, это у нас и украинцы. А вы молдаване считаете? Это не считая. Мы сейчас говорим о тех, кто больше высказывается, кто больше... Вот, извините, гагаузы, они же вообще высказались, и болгары тоже у них принимают свои, да, резолюции по этому поводу. Почему власть не боится, что вот именно представители так называемой нацменьшинств, я не люблю вот это слово сочетание, но вот так называют. Почему они... Власть не боится, что в один прекрасный момент это как-то надоест всем, и вот тогда будет настоящее... А риск есть. Конечно, но риск есть и со стороны унионистов, и со стороны национальных мишинств. То есть власть рискует. Так власть должна принимать меры. А против кого? Вот рисковая власть у нас. В смысле? Против кого? Против тех людей, которые... Против своего премара-съединец, который подписал законы. А когда гагаузы организовывали референдум незаконный, власть должна была принимать меры против гагаузов? Они и так принимали тогда меры. Нет, просто я хочу сказать здесь другое. А представьте на минутку, я прошу прощения, что вот наши граждане, которые проживают на юге, в стране, все-таки возьмут, как говорил господин Дудник, свои автоматы и пойдут. Ну я надеюсь, у них их нет все-таки. А вы знаете, у нас была война, тут столько оружия было, что вам они горели. А вот представьте себе, и что тогда будет делать власть? Каким образом будем это все останавливать? Вот я согласен с господином Лебединским. Тогда, когда только пророс вот этот сорняк, его сразу надо... Я думаю, что мы жили мирно до сих пор и должны еще хоть 200 лет прожить еще и не вытаскивать от суда. Вы понимаете, вот я сторонник того, вот говорят, что идет, есть добро, есть зло, постоянно идет определенная борьба между добром и злом. У нас добро должно быть с кулаками, чтобы дать отпор злу. По крайней мере, я так считаю. Где добро, где зло. Хорошо. Вот то, что мешает развитию государства и то, что ставят под сомнение существование государства, я думаю, что для нашего государства является злом. Но ведь вы понимаете, что государство ставится под сомнение как с левой, так и как со стороны унионистов, так и, например, со стороны те, которые продвигают идею вот этого сепаратизма, которые организовывают референдумы, которые незаконны, которые продвигают идею, скажем так, объединения Тирасполя-Бельц-Камрад-Дружбы против Кишинева. Давайте дружить против Кишинева. А можно я вам другой пример? Вот такие идеи тоже есть, а против них тоже нужно принимать меры. наши унионисты, да, они очень сильно аплодировали решение Конституционного суда, которому они признали государственный язык румынским, не молдавским, поскольку так указано в Декларации о независимости. И они посчитали, то есть наш благородный Конституционный суд сказал, что декларация, как инициальный акт, выше Конституции. То есть они являются общей частью одного и того же, но ввиду того, что она первая была в основе, она выше. Вот в этой же декларации указано, что Республика Молдова является суверенным, независимым и целостным государством. И в том числе указано, что мы присоединились к финальному акту с Хельсинки, к Парижской конвенции о границах нерушимой Европы, да, послевоенной. И все страны, которые подписали эту конвенцию, признали границы Республики Молдова, в том числе и наши соседи, и слева, и справа, в том числе и дальние, и ближние. Неважно, это было признано на международном уровне, и в этих же конвенциях, в этих же актах указано, что ни одна из сторон не имеет права предпринимать, в том числе и политические действия, которым они бы пресекали или хотя бы ставили доли сомнения на целостность границ государства. В этом смысле я, в принципе, не против того, что сказал, по-моему, президент, что обратиться в... Давайте обращайте, если проблема существует, главное, как ее решать. Мне кажется, не грех обратиться в эти инстанции, ну, Советы Европы, чтобы они проверили, посмотрели, проследили. То есть, я не вижу в этом большой проблемы. А я вижу, потому что, когда, например, Евросоюзу сказывается, что принятый закон, так называемый, по российской пропаганде осуждается, наша власть, как поступает в эту ситуацию? Они делают вид, что они ее не считали. Этого нет. И, мягко говоря, нас это вообще не интересует. То есть, так, понимаете, это очень, да, это очень, такая вот, неудачно, очень сравнение. Госпоженчуре, у нас мало времени остается. Я знаю, вы трепетно относитесь к Приднестровскому регулированию. Вы не раз это говорили у меня в эфире, что нужно быть деликанным. с этой проблемой, Как вы полагаете вот это поведение наших властей, которые замалчивают, вот просто молчить, да, это будет способствовать урегулированию? Ну, во-первых, я скажу, что если наша власть так начнет сильно кричать, что мы против унионизма, это не поможет Приднестровскому урегулированию, но я должен признать, что, ну, вы, конечно, затронули такой важный вопрос, да, что обычно вот заявления про унионизмского характера на правом берегу, правобережной Молдовы, но они вызывают резкую реакцию. Ну, мы эту реакцию сейчас увидели в Гагаузии, но она может быть и в Приднестровье, она может быть в Бельцах, я поэтому и объединяю как бы эту ось, то есть, она может быть и в Твардец, она может быть совершенно вы понимаете, что вот действие одной стороны рождает противодействие с другой. Я-то хорошо понимаю, хотела бы, чтобы это поняли. но я-то признаю, и это противодействие было вызвано вот и действиями социалистов, и действиями из Гагаузии, вот не видел особой реакции Тирасполя, но если надо, они тоже дадут, и вот, и вот этими политическими метами не сохраняется у нас вне баланса. По минутке вам еще про Приднестровье предоставлю, и уже, к сожалению, наше время вышло. Приднестровье видели высказывание господина Красносельского, просто сказал, мы должны определиться, чего мы хотим, и власть должна определиться. Я думаю, что любая власть должна ратовать за независимость и суверенитет своей страны. это основное, скажем так, направление в работе любой власти, местной или центральной. Господин Лебеденский. В момент, когда после инаугурации Игоря Николаевича Додона в качестве президента в сторону регулирования Приднестровского конфликта было предпринято намного больше действий, чем в последние годы, да, и мы видим конкретные движения, и ставится риск и под удар все то, что делалось годы подряд из-за этих движений, я не считаю, что это нормально, потому что одна из целей номер один для нас должна быть соответствующая урегулирование конфликта и воссоединение Республики Молдова такой, как она признана в законных своих границах на международной арене. Спасибо. Как всегда, в конце слова благодарности за то, что пришли и спорили друг с другом, потому что в спорах обычно рождается истина, посмотрим, прислушивается ли наша власть предвижающая к тому, что мы говорили. Благодарю вас за то, что участвовали в первой части программы под названием «Политика» и напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей, а сразу после наша рубрика «Человек-неделя». Это «Полюс» и мы с вами на одной стороне. Уже традиционно, накануне международного женского дня президент республики Молдова Игорь Додон вручил государственные награды выдающимся женщинам нашей страны за особые заслуги, в профессиональной деятельности, за активную гражданскую позицию, а также вклад в продвижение общечеловеческих ценностей. В этом году металью «Мирит Лучевик» в честь других женщин была награждена Людмила Лазарева из города Чедрлунга, мать 13 детей. Сегодня она «Человек-неделя» на Акчен ТВ. Многочисленная семья Лазаревых проживает в небольшом частном доме на окраине Чедрлунги. В семье недавно родился 13-й ребенок, но воспитывают Людмила и Сергей 14 детей. Девочка Юлия приемная дочь. В большой дружной семье нет своих и чужих. Родительской ласки и внимания хватает на всех. Дети не только хорошо учатся, но и успевают заниматься в спортивных секциях и разных школьных кружках. В этой семье царит дух любви и уважения друг к другу. В ней ощущается та атмосфера, которая и так не свойственна нашему обществу, расколотному по национальному, языковому и политическому принципам. А вот скажите, когда у вас родился 12-й ребенок, вас поздравили представители местной власти, региональной. Ну вот, что нужно, на ваш взгляд, делать, чтобы постоянно многодетные семьи ощущали эту поддержку и эта поддержка была действительно реальной, полезной? Ну, знаете, то, что уже делать, это уже немало, потому что до сих пор до этого ребенка как-то, ну вот, казалось бы, было всего лишь надзем меньше, а внимания-то особо не было, мы не получали никакие пособия, ничего. Сейчас это намного и помощь материальная, существенная. Сам факт, что внимание уделяется, это обычно в обществе как складывается впечатление. А, многодетная мама, там, да, неудачница, домохозяйка, да, вот такие стереотипы. А тут, ну, тут уже не можно отвертеться, ну, как же так вы считаете, вот сама госпожа Машкамбала, господин президент, а вот этот уже можно как-то вот чему-то апелировать, что в принципе многодетная мама, это уж не такой слабый статус. Поэтому, прежде всего, это внимание, когда есть материальная помощь, но прежде всего, это внимание к многодетной семье, как вот к данности, что в государстве есть такие семьи, которые, ну, кроме того, что их ругают в поликлинике и там в детские сады в очередя какие-нибудь, что это все-таки почетное звание. Потому что до сих пор я этого труднее ощущала, больше, наверное, негативное отношение такое немножко. Но в силу того, что вот у меня семья священник, ну, это как-то я не так ощущаю. А в общем-то, дети часто чувствуют, что вот, ну, из многодетной семьи недостаток. Ущербный, в общем. Да, что-то вот, я буквально, да, читала, перебилась, читала статью, а в отце, мы, конечно, интересуемся, сколько многодетных, на каком месте в Молдове, что в Молдове догнать. Но все-таки есть у меня намного-многочисленнее, чем их 19 детей где-то на севере Молдовы. Ну, там уже, правда, родители постарше, 65 лет и старше, по-моему, и отец вот такую фразу высказал. Нам, говорит, завидуют, но не тому, что у нас много детей, а тому, что мы непопрошайничаем. То есть, как обычно, многодетные дети это, значит, потрепанные, как в фильме «Двадцать лет спустя». Столько этих круглых из него в носках ходят. То есть, тот факт, что нож, а дети у него в носках и прилично одеты и неплохо учатся, что-то какое-то вот изряда. Что-то неправильно как-то. Да, что-то вот не как обычно должно быть. В эти рамки мы как-то не... А тут, да, вот такие лица высокие посещают семью. Не только нас, пусть это, я знаю, что они другие семьи посещают. Все-таки вообще складывается. Ну, наверное, что-то в этом есть. Может, все-таки стоит. То есть, вот это награждение вас медалью, это такая весомая моральная поддержка. Конечно, конечно. Теперь я уже скажу, вы знаете, у меня уже медаль есть, потому что многодетность это все-таки статус. Да, вот, кстати, то, что президент Молдовы наградил нас. Причем медаль-то третья по важности во всех в Молдове. По значению. По значению, да. То, что вот он, президент Молдовы нас посчитал нужным поставить нас на один уровень с теми, кто достигли каких-то успехов в науке, в музыке, в каких-то других областях. Там было сколько человек? Ну, человек 15 точно. Такими вот выдающимися людьми на одном уровне нас посчитали. И тут многодетная мама. Раз, и то же. И даже не последняя по списку. Да. по середине. И думаю, сейчас, наверное, меня так все заслуги перечисляют. Ну, и там, в конце многодетная мама. Да, не в середине назвали. Это уже о многом говорит. Это меня ломает этот стереотип, что многодетность что-то такое негативное. Вы ведь не просто многодетная мама. Вы, кроме этого, еще занимаетесь воскресной школой при церкви. Как вот вы вообще все успеваете? Это ж просто... Мне всегда этот вопрос задают. Я спрашиваю, а с чего я вообще все успела? Ну, в общем-то, что успеваем, что не успеваем. У нас нет такой цели все успеть. Ну, нужно покормить детей, прибрать, читать им сказку, там, что-то... Приследить за учебой, конечно. Обязательно всех хотя бы два раза в день пощупать, потискать, поцеловать, обнять. Ну, что успеваем, что не успеваем. В общем-то, ну, во-первых, дети у нас помощники серьезные. Старшие, мы тоже 16, дочки 15. даже часть заботы не берут на себя, поэтому... Вообще, такой глупой цели мы даже не ставим себе. Все успеем. Все обеятные, обеятные. Да, вот есть такой минимум, который нужно успеть сегодня. Допустим, брать стол, убрать, папину комнату накормить, почитать, все. А остальное, ну, успеем, слава Богу, нет. Проблемы решаются по мере их поступления. Вот и все. Нет такой цели все успеть. А что вообще, вот на ваш взгляд, самое главное в воспитании детей? Воспитание? Это то, чему мы сами учимся это любить детей. Как ни странно, это очень сложно. Я раньше думала, что я такая любящая мама, я такая мама. Вот мы когда-то стало задумываться, что такое вообще любить детей, это кажется очень сложно. Это постоянно через себя переступать, это постоянно быть... Есть такая фраза, мне очень понравилась, недавно попалась, мне выйти из зоны комфорта. Вот это ты как человек развиваешься, и как мама соскоришься, потому что ребенок не хочет просто прочитать свою книжку любимую, и там порезать, любимым делом заняться. Приходит мой детеныш, говорит, мама, тигр какого цвета бывает? Тигр оранжевого цвета бывает. Мама, а кто сильнее, слон или аллигатор? Приходится закрыть книжку, поискать с ним ответ, говорит, порасскаживает, что с ним сделать. Это вот заставлять себя постоянно какие-то подвиги, наверное, на слово, двигаться себя в сторону ребенка, это, наверное, самое сложное. Но со старшими это было намного сложнее, конечно, а младшие как-то вот у нас само собой. Со старшими себя заставляло что-то сделать для ребенка, то младший он подходит, и мне уже книжки читать не хочется. Мне кажется, 13 детей, но каждый из них должен ощущать, это уже где-то прочитала, это меня к этому пришло, что в семье самый-самый-самый лучший, самый необыкновенный. Мне приходит ребенок, я говорю, я тебя больше всех люблю. Конечно же, люблю как всех из семьи, но знаешь, что от меня он больше всех. Я понимаю, что он, ценность в этой семье, что он, что бы он ни сделал, мы пытаемся, если вы все ошибаетесь, что бы ни случилось, придите, скажите, мы старшим, мы имеем больше опыта, поможет где-то разобраться, может что-то там натворили, не то. Как наш папа говорит, в вашей семье нет недозволенных тем, у нас есть темы, которые просто мы не обсуждаем все. Есть несвоевременные темы. Да. А запретных тем нет. До определенного возраста. Конечно. Да. Сегодня, по крайней мере, конечно, не может, что наши дети все нам рассказывают. Это невозможно, это и не нужно, в принципе. Они ни в своей жизни, ни живут ею. Они много нам рассказывают, мы примерно знаем, кто чем дышит, где чем можно подкорректировать. Скажите, а вот что, по-вашему, нужно делать, чтобы пример вашей семьи стал распространенным в нашей стране, чтобы люди поняли, что дети – это счастье, что иметь детей – это правильно, это хорошо. Потому что сейчас то, что у нас происходит в стране, не говоря уже про то, что люди уезжают, но падает рождаемость, и люди просто не хотят иметь детей. Вот что надо сделать, чтобы пример вашей семьи был воспринят людьми и люди к нему последовали. Как вы считаете, может быть, со стороны государства какие-то меры, дополнительные, может быть, меры в плане просветительской работы. Что, на ваш взгляд, можно делать? Со стороны государства в первую очередь пропаганда, конечно. Пропаганда семейных ценностей. Больше снимать таких… Ну, мы там… Есть много семей еще таких, вот даже у меня в приходе, есть две молодые семьи, там по шесть детей, да, это тоже неплохо. Таких вот сюжетов побольше снимать, убрать с телевидения всю эту грязь, потому что есть такая статистика, в Америке она проведена, такой опрос, что молодой человек к 18 годам становится свидетелем 150 тысяч уголовных преступлений. Убийств, грабежа, насилие, 150 тысяч. Он через телевидение становится свидетелем, да? Ну, вот представьте, вот на этом соусе, как воспитать ребенка, что там в его душе творит. Несмотря на то, что на сегодняшний день у семьи Лазаревых уже 14 детей, они хотели бы усыновить еще четырех и открыть интернат семейного типа. Но для осуществления этих планов семье требуется дом больших размеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова